Добрый вечер. Вы живы? Давайте отвечать как-то. Добрый вечер. Спасибо, да. Один пастырь хорошо сказал, что классно готовить для голодных, поэтому классно, когда ты стоишь здесь, делишься и видишь, люди отвечают. Вы знаете, Олег позвонил мне неделю назад, и естественно мой первый вопрос был, как и у многих людей, которых раньше куда-то приглашали, это кто отказался, потому что зная радугу, зная планирование, он говорит, все нормально, просто я тебе давно дошел и попросил меня сделать то, что в принципе делать, наверное, проще всего, и то, что у нас, у христиан, это знаете, самое любимое наше занятие, это рассказывать свои истории, то есть это вот хлебом не корми, дай на какой-то конференции рассказать свое свидетельство. И я помню, что, ну я пришел к Богу в 16 лет, я сейчас немножко об этом расскажу, то есть у меня была небольшая история, но я помню, я сидел с такими глазами и слушал истории, знаете, каких-то бывалых людей, и где-то, будучи подростком, христианином, думаю, вот жаль, что я вот так низко не пал, потому что чувакам есть что рассказать, да, как бы, а то есть, ну знаете, это стандартные христианские свидетельства, я был такой плохой, а сейчас я такой хороший, вот, и я тогда не знал, когда все эти мысли были в моей голове, что, наверное, история всех крутых пике у меня еще вообще впереди, и то, что как бы, то, что я принял Иисуса Христа в свое сердце, попросил его быть моим Господом, еще не решила всех моих вопросов и проблем. Немножко о себе, потому что это моя история, я буду говорить, ну не обо всем, обо всем не нужно, но о тех моментах, которые помогли мне сформироваться прежде всего как служителям. Мне сегодня, сейчас, в данный момент 29 лет, в этом году будет 30 лет. Классный возраст, 30 лет, знаете, ну yes, кто 30-летний, помашите мне рукой, чтобы я знал, что я не один, спасибо. То есть так приятно себя ощущать в компании понимающих людей. Когда мне было 16, я вырос в самой нормальной семье, в самой нормальной семье, где папа пил, много пил, бил маму, и где 90-е годы отпечатались в моей памяти вермишелью, хлебом и таким черствым. И я не знаю, как у вас, но мы жарили кабачки, помню, потому что больше нечего было есть. Было классное время, правда? Сейчас, когда даже дешевенькая за 10 гривен колбаса, но уже колбаса, тогда колбаса была по праздникам, и особенно, когда нас приглашали на свадьбу, особенно если это было в селе, где готовило все село, это были прекрасные деньки. То есть поэтому я вырос в самой обычной украинской проблемной семье неверующих абсолютно родителей, где были такие проблемы с алкоголем у отца, и все закончилось тем, что в 13 лет все-таки мы его выгнали из дома, то есть это все борьба была большая, и мы остались, я и мой младший брат с моей мамой, то есть она там тяжело работала, в общем, ничего особенного. То есть как подросток уже в 15 лет я чувствовал, что жизнь не должна проходить мимо, и в принципе пользовался, и брал все то, что мог брать тогда в 15 лет в 10-11 классе. Мне нравилось руководить процессами, это я еще помню со школы, мне нравилось организовать всякие вещи в школе, плохие вещи в школе, то есть всякие там мелкие кражи, разборки и тому подобное. И мне нравилась моя жизнь, по сути, ничего не было, знаете, в ней такого, чтобы там я не сильно страдал, я не был наркоманом, я пробовал то-то, все это. То есть 11 класс, у меня все хорошо, и в 11 классе, когда заканчивался первый семестр, это был декабрь месяц, мой приятель пришел в класс, и это был приятель, с которым мы тусовались, у нас была своя рэп-группа, мы были очень клевыми чуваками, и он пришел, посмотрел, он, во-первых, был одет в галстуке и в костюме, и он посмотрел на меня и сказал, я принял Иисуса Христа в свое сердце. И вот именно так и сказал, знаете, я такой, в смысле, он такой, ну, в общем, я понял, что вся наша жизнь это порожняк полный, то есть, ну, посмотри, то есть, то есть, но внутри, и он говорит, и там такая клевая церковь вообще, поэтому, то есть я буду туда ходить, моя жизнь поменялась. Ну, я сразу говорю, слушай, я тоже хочу, как бы давай. И через неделю я пришел в церковь, и вы знаете, я не помню, о чем была первая проповедь, как большинство из вас, я уверен, не помнят, о чем была первая проповедь, если вы покаились в подростковом возрасте, но я точно помню, что я встретил мир, который отличался от того мира, в котором я жил. А я жил в мире, где приходилось очень много лицемерить, где дома был кошмар с точки зрения финансов и взаимоотношений с моей матерью, от моего отца я ничего не слышал, он ехал на заработки, он уже приехал, когда мне было 21 год, и я уже организовывал церковь, и это был большой перерыв, и даже сейчас папа ходит в мою церковь, но для нас был процесс, и я понимаю, как он говорит про своего отца. И тогда я пришел в ту церковь и понял, что это другой мир, потому что в моем мире мне приходилось притворяться, то есть я приходил в школу, и мне нужно было одевать маску крутости, то есть выглядеть хорошо, но внутри было пусто, потому что заканчивался 11 класс, надо было куда-то поступать, и я себе думаю, куда я буду поступать, денег нет, вообще надежд нет, вообще все плохо. И тут я прихожу, и тут говорят о том, что у Иисуса есть какая-то жизнь, какой-то план и все эти прекрасные слова для меня, и для меня не проблема была дать жизнь Иисусу. Я так и сказал, говорю, Иисус, похоже у тебя лучше получится справиться с моей жизнью. На, я молился, говорю, Господь, вот моя жизнь, возьми ее. И для меня, как для подростка, это стоило чего-то. Мне нужно было выйти полностью из моей компании, выйти из вот этого где-то авторитета, такого там тусовщика, и полностью изменить свою жизнь. И для меня это было как-то так легко получилось. Я уже в понедельник пришел тоже в галстуке и в пижаке. Я не знаю, почему мы так решили. Но мы, короче, подумали, надо полностью менять все. И мы начали с самого главного. Мы переоделись, то есть прически красиво расчесались, и взяли две большие Библии с собой в руки, пришли в класс, положили Библии на стол. И чтобы вы понимали, до этого, до моего покаяния, у меня было такое время, когда не было уроков в классе, мы с моим приятелем выходили наперед класса и развлекали весь класс. То есть мы такими были. Я очень хорошо учился, но при этом у меня все было острый язык, и все меня уважали за то, что я могу спошлить, заматериться при учителях и тому подобное. И когда не было уроков, мы выходили со своим приятелем, и он, то есть это был 2000 год. То есть понятие битбокс, это, ну, сейчас есть интернет, YouTube. Тогда там на каких-то клипах мы посмотрели, и у меня был такой пенал в виде карандаша, может быть, кто-то помнит такой, да? И он мог делать битбокс, и мы просто выходили, он делал битбокс, и я там такой подходил, например, к своему накладку, там, давай, давай, Саня, начинай свой фон, скажи слова правды в наш микрофон. И мы начинали там развлекать класс, качать его. Для маленького города это просто, мы были там, вау. И мы воспользовались этим авторитетом. Когда мы покаялись в воскресенье, я покаялся в воскресенье, в понедельник, и где-то во вторник, в среду не было урока, и все такие, о, чуваки, выходите. И мы вышли полностью в галстуках и начали им проповедовать. Иисус Христос хочет, чтобы все вы покаялись. И полностью начали, ну, так, знаете, очень фанатично, я бы сейчас не поощрял бы такой метод, но очень фанатично проповедовали, так прямо. И мой друг пошел дальше, он тетрадку разделял на две полосы, как в Библии, и он просто ставил, он говорит, он говорит, это просто гениально. То есть мы просто, мы, понимаете, сейчас я как взрослый человек понимаю, что мы хотели сделать трендом веру, потому что мы были известны как чуваки тренда. И тут мы стали верши, и мы должны, и это стало трендом, по крайней мере, все пошли в воскресную школу один раз, вот, просто посмотреть. И в конце сочинения, естественно, в имя Иисуса Христа было Аминь всегда, и то есть так я закончил 11 класс. Это было потрясающее время. И на встрече выпускников несколько лет назад, когда я, то есть это люди, как бы, да, они думали, что мы думали, что ты уже в больнице. То есть, потому что вы, они так и говорят, вы реально, ребята, поехали, просто поехали. Потому что мы, естественно, тогда в нашем эфире несколько было передач, которые все мы смотрели, там всяких проповедников, там не было других передач, и мы там смотрели известных проповедников. Я помню, я очень часто смотрел, хотя я ходил в баптистскую церковь, смотрел Эрика Рейнера, выписывал все его книжки и выписывал греческие слова полностью, и в школе специально громко разговаривал со своим другом. «Привет, приятель, как дела? Как Господь сегодня?» Дюнами сила Духа Святого, «О, классно!» И мы греческими словами общались, и все просто не понимали, о чем мы говорим. То есть, мне это напоминает сейчас, кстати, современную церковь, вот как на другой проповедь. То есть, и мы не понимали, но мы вот хотели быть в тренде. И то есть, церковь, в которую я ходил, она меня очень вдохновляла на самом деле, вдохновляла тем, что, то есть, это была церковь, которую организовали американские миссионеры, то есть, она была проба птистской, то есть, это было такое фундаментальное учение Библии, но нам не запрещали внешне себя проявлять. То есть, мы могли хлопать, играть на барабанах, и как бы это все было живо, ярко. То есть, по сути, у меня жизнь начала налаживаться. Я поступил в библейский колледж, который организовал эту же церковь. Все здорово, все классно. И так было классно где-то полтора-два года, пока я не понял, что на самом деле в моей церкви люди, которые стоят на сцене, которые о чем-то говорят, не совсем как бы верят и поступают так, как они говорят. Я сейчас не говорю про одноразовые или какие-то проступки, а я сейчас говорю про какие-то стили жизни, про какое-то корпоративное устройство. И мне уже 18 лет, и я понимаю, ага, что-то здесь не то. И все закончилось тем, что я до конца не могу даже сейчас объяснить или понять, все закончилось тем, что когда мне было 19 лет уже, я уже был молодежным пастырем, молодежным лидером маленькой группы ребят в этой церкви. И американская миссия, которая послала этих миссионеров, она забрала пастыря и начала говорить о том, что по сути мы закроем работу здесь. То есть мы, ну церковь, как бы она будет под таким вот вопросом, церковь начала шататься, многие люди ушли, потому что многим платили зарплату за то, что они работали в церкви. То есть и вот все начало так разваливаться, и мне в 18-19 лет я вложил сюда там сочные годы свои, мне тяжело, мне очень больно от этого, это моя церковь. Но мы пришли к тому, что мы поняли, что все, церкви не будет. То есть по сути, то есть как бы они уезжают, и церкви нет. То есть это вопрос нескольких месяцев. И уже потом, более того, потом так интересно получилось, что последний пастырь, которого прислали в эту церковь, он заболел и не приехал, и написал мне имейл, и сказал, Денис, пойди в церковь, там уже осталось 30-40 бабушек, уже все разбежались, пойди в ту церковь, проведи последнее собрание, и скажи людям адреса других церквей. И я помню это утро, когда я шел, вообще обычный пацан, я шел в церковь, в которую я ходил, но мы уже как бы начали отодвигать нашу молодежь в сторону, понимали, что сейчас будет катастрофа. И у меня как-то была мысль, я вот, не знаю, не горькая мысль, но вот как так, я в этой церкви родился, и я теперь ее хороню, грубо говоря. То есть я прихожу в церковь, и я вынужден сказать, что это последнее собрание, вам привет от пастыря, такого-то, такого-то, но он по состоянию здоровья не может приехать, и миссия, которая его прислала, больше не заинтересована в том, чтобы прислать сюда пастырей. Вот адреса церквей, с которыми мы там общались эти годы. И это не была проблема, я бы слушал, для города Житомира. То есть были церкви, куда особенно контингент старшего поколения очень влился, но для меня это был большой кризис. И это был такой первый колоссальный кризис, с которым я столкнулся. Так родилась наша церковь. То есть я собрал подростков, которые оставались там у нас в церкви, это было где-то человек 12-15, и говорю, послушайте, я не знаю, что здесь будет, но скорее всего нам надо уходить и искать что-то свое. И мы не могли найти что-то свое, потому что с одной стороны мы были воспитаны как баптисты, то есть у нас вот так нас воспитали, там Божье слово, а с другой стороны нас не ограничивали вообще во внешнем проявлении. И в 2003 году, в 2004 году, когда все это происходило, у нас не было много церквей в городе, куда ты бы мог бы пойти. С одной стороны была одна деноминация очень строгая, где ну как бы, то есть если бы я пришел так на служение, мне бы проповедовал проповедник минут 15, пока я не покаялся. И так, значит, если дорогая душа, если кто-то из нас, все знают, кто из нас, и так, знаете, ну как бы туда, и все понимают, что это проповедь для того чувака. Проповедуем и подождем, пока он не выйдет. Хор будет 150 раз петь, знаете, пока ты не выйдешь. То есть и там, и еще один куплет. То есть как бы, и уже все верующие стоят, кто-нибудь, господи, кто-нибудь, я опаздываю, да? То есть я вырос тоже в такой церкви. Я помню, мы тоже стояли так, окей, о, круто, Наталья Ивановна, по четвертому кругу похлопаем, да? То есть, ну вы все знаете, все знаете эти тренды, эти стандарты. С одной стороны была, и я понимал, что я принесу разделение в ту церковь, потому что я уже все, я энергичный, свободный, мне нельзя посыть в кроп. С другой стороны была церковь, где было все очень энергично и свободно, но настолько свободно, что люди отрывались просто от пола и взлетали очень высоко. Ну а я привык, знаете, греческий язык, там, слово Бог. То есть мне как-то, и поэтому родилась такая сумасшедшая мысль, которую сразу же поддержали люди возрастом 15 лет, это собираться в парке. И мы начали собираться в парке, мы называли этот, начали называть это церковью, мы собирались в парке, то есть у нас не было денег, мы собирались в парке, и просто было прославление, то есть это 15 подростков, прославление я проповедовал, и мы расходились. И я так себе думал, я не хотел быть пастырем церкви, я такой думал, ну, наверное, сейчас пособираемся немного, и все разойдутся. Ну, подростки вообще, кто как бы, ну, будет на самом деле ходить сюда? То есть кому это вообще надо? Но внутри я честно все еще жил, вот знаете, вот этой мыслью, как такое могло произойти, что теперь мне делать? Мне тогда на тот момент исполнилось 20 лет уже, и у меня такой вообще был кризис, знаете, 21 года, как говорят о том, что вот твои ценности, они устаканиваются, я говорю, может быть, вообще уйти там куда-то, знаете, как, может в мир уйти там, но у меня не было вопроса в мир, я думал, может уйти в католическую церковь? То есть почему в католическую? Думал, да прикольно, пришелся, там исповедовался, там все как бы и живешь там. Ну, я так себе представлял католическую церковь, тем более у меня прадедушка, дедушка католик, я думал, ну, нормально, это мое. То есть я вот, у меня вот внутри было вот это состояние, что я как бы все еще жил вот теми славными солнечными деньками, когда у нас была церковь, все было так круто, мы все друг друга любили, приезжали американцы, все так было здорово, все так было классно. И тут эти подростки собираются, я говорю, господи, пошли кого-то другого, а Господь посылает еще подростков, то есть начали приходить еще люди, еще люди, еще подростки. Я думаю, это прикол какой-то в парке. Мы стояли во время проповеди, то есть это не было, знаете, там парк, там это реально такая беседка, как бы как вообще такое может быть? Потом мимо шел один человек, посмотрел, такой, говорит, а что вы здесь делаете? Я говорю, ну мы собираемся, типа мы церковь, а что здесь-то у нас нет денег? Он такой говорит, у меня, говорит, знакомого бар есть в парке, вы там можете собираться? Я говорю, ну да. И он такой, и мы приходили потом полгода в этот бар, убирали там стулья, все мыли, и теперь мы сидели, и мы в баре так собирались еще пару месяцев. И так мы, короче, кочевали, потом подростки начали чуть-чуть там деньги давать, и мы начали уже арендовать какое-то там, какое-то помещение. Но вот этот внутренний кризис во мне рос, то есть я прекрасно понимал, что я призван вести этих ребят в качестве пастора, лидера, как бы мы это ни называли, но я смотрел внутрь себя, и я не находил в себе нужных качеств абсолютно. Я понимал, что я недостойный, у меня там комплексы, у меня слабости, у меня неопытность. Более того, люди с других церквей вокруг тоже видели эти вещи, и более того, они вместо того, чтобы меня ободрять, напоминали мне об этих вещах. То есть каждый раз, когда я встречался с одной группой людей, они мне напоминали, что, ну, молодой человек, вы не можете заниматься служением. Почему? Потому что вы там, вы не женаты, например. Это было такое стандартное. Одной жены муж, все, извините, до свидания. То есть как бы вторая сторона говорила это волшебное слово, а кто ваш покров? Я такой, что за покров вообще? И здесь нельзя, там нельзя. И никто из этих людей не говорил мне, что мне делать? Я говорю, так что делать? Ну, молись там, ну, как бы, знаете, стандартная тема, иди отсюда, это молись. Да, то есть как бы молись, все, у тебя с Богом, брат, да, давай, все, иди, иди, ты меня отвлекаешь, иди, все, иди, пусть Бог тебя благословит. То есть то же самое, что в мире, только там в другое место посылают. То есть мотивация та же самая. И я не говорю, что там агрессивно, были попытки, но сразу были попытки меня переодеть, постричь, а я понимал, что я такой, какой я есть, эффективен для своего поколения. И вот это внутри все было. Я читал место из Писания, которое я хочу прочитать, которое вы все знаете. Читал место из Писания, которое меня вдохновило в тот период жизни. Это первая глава книги Иисуса Навина. Это любимая, наверное, книга всех молодых руководителей. И здесь есть такие слова. По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву, Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан. Ты и весь народ твой в землю, которую я отдаю им, сынам Израилевым. Что это значило для меня? Это не было, знаете, какое-то там пророческое слово. Да, то есть я себя просто такое читал, и до меня дошло вообще. До меня дошло, с чем столкнулся Иисус Навин. Иисус Навин столкнулся с тем, что ему нужно было стать Моисеем. И Господь, с чего он начал свое обращение к Иисусу Навину, он сказал, слушай, молодой человек, Моисей умер. То есть умерла не просто, знаете, не умер не просто человек, умерла легенда, эпоха. То есть отец наш, как они говорили, отец наш Аврам, Моисей. Моисей заповедовал нам все книжники, фарисеи во времена Иисуса. Моисей, Моисей. И, естественно, Иисус Навин понимал, что там есть 2 миллиона людей, живущие в палатках, которые все эти годы, все эти 40 лет, они видели этого человека, который сходил, выходил перед ними, говорил от лица Господа для них, который вывел их из Египта. То есть это была эпоха. Вы знаете, не просто быть Моисеем. Одно дело, когда ты приходишь после плохого начальника, после разрухи и знаешь, такой как бы там чуть-чуть отжал, чуть-чуть там гайки там раскрутил, вот как сейчас в нашем государстве, чуть-чуть там кэшем поделился, да, там все уже, ох, какой клевый чувак, да, все уже забыли, что как он эти деньги заработал, ну какой классный, да. Другое дело, когда ты приходишь после легенды, после эпохи, и Иисус Навин именно этого и боялся, он понимал, что как я смогу, это же был Моисей. И Господь ему говорит, Иисус, Моисей, раб мой, раб мой, все, он получится, он уже получил свое, он получится, он умер, все, конец. А теперь и так встань. И для меня это просто было как гром с неба, я понял, что все, хватит, это перевернутая страничка, это умерло, это ушло, благодари меня за этот сезон своей жизни. Да, это был классный сезон жизни, но все, этого нет. А теперь встань и пошел, дорогой. Есть Божья воля, есть призвание, и есть еще много чего, чего ты не знаешь. Я сегодня хочу ободрить, возможно, кто-то находится в таком периоде, когда, знаете, есть что вспомнить. Да, вот особенно я общаюсь со старшим поколением, которое вот как бы пережило вот это движение в 90-е, когда действительно наполнялись дома культуры или там какие-то залы, вот так вот по щелчку, простой призыв, простая профит, люди выходили сотнями, каялись и были проекты, когда просто все менялось и можно было нерелевантные программы делать, но все это работало, люди спасались. И такие люди, знаете, они так сидят и вспоминают, помнишь, было время, да, помнишь, было время, помнишь, вот мы там. Я уверен, что у Иисуса Навина у него было то же состояние, он общался с людьми, которые говорили, а вот ты помнишь, как... А Иисус Навина говорит, ну это было, но это старое. Или, возможно, что-то произошло в вашей жизни или происходит сейчас в вашей жизни. И вы понимаете, вам нужно взять ответственность, хватит ныть, нужно взять ответственность, а вы все еще сидите и Моисей умер. Моисей умер. Как же мы теперь будем жить? Вы знаете, сейчас, когда молодежная церковь из группы подростков выросла в большую церковь, где наши родители некоторые покаялись, приходят, где много проектов, движения, где люди находят живое Божье слово, то есть доктрину находят, находят учения, при этом это очень культурно, релевантно, это в церковь посещает много неверующих людей. Я об одном жалею, о том, что я это рано сделал. Я думаю, если бы я знал, как все сложится, я бы в 17 лет вообще бы это все начал. Но ты не знаешь тогда, ты просто, я просто сидел и говорил, почему Господь? Почему Господь? Почему? Вы, возможно, сидите и думаете, почему в моей церкви это происходит? Опять же, поколение постарше все время говорит, ох, если бы, ох, если бы там вот вернуть то время, или поколение помладше говорит, о, если бы у нас был другой пастырь, который бы нам разрешал, или там какие-то там ограничения, кто-то сидит и внутрь себя смотрит. Это большая проблема, когда смотришь внутрь себя, и кроме себя ты там никого не находишь. Ты находишь свои слабости, свои комплексы, ты находишь свои какие-то недочеты в жизни, ты понимаешь, что очень много амбиций есть, да, и ты не видишь о том, что в тебе есть сила Духа Святого, о том, что в тебе есть сила, которая воскресила Иисуса из мертвых, о том, что есть Бог, который зовет, и который, естественно, квалифицирует тех, кто зовет, дает потом дары, дает потом способности. То есть мы же читаем об этом в Писании. Мы должны вникать в себя и в учение, в себя и в учение, в себя и в учение, заниматься этим как? Постоянно. В себя и в учение, а не просто в себя и все, или просто в учение, знаешь, и все, а в себя и в учение. Идентифицировать себя как возлюбленные Божьи дети, как посланные служители, и не недооценивать себя. Иначе вы все время застрянете в этом кризисе. Вы просто будете сидеть, и Богу придется сказать, слушай, это все умерло уже, этого уже нет. Уже новое сегодня. Встань и иди. И вы знаете, что вся первая глава просто наполнена призывом, не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. Это вообще прикол какой-то с этим Иисусом Навиным. Ему Бог говорит, только будь твердым, только будь твердым, и он такой, окей, окей, я понял, я понял, я понял, я понял. Выходит к народу, говорит, короче, расклад такой, Моисей умер, я вместо него, они такие говорят, не переживай, Иисус Навин, как за Моисеем пошли, так и за тобой. Только будь твердым и мужественным. Иисус Навин такой, ооо. Представьте себе, слово в слово, Иисус Навин такой, ну, Господь. Можно было как-то по-другому, он четко, Бог четко, так вот, прямо в его сердце сказал, послушай, ты не бойся, главное, ты не бойся. Сколько бы вам ни было лет, мне было 20, я вам скажу честно, мне сейчас 29, если бы сейчас, я бы такую авантюру не начал бы. Это реально, когда говорят, ой, наверное, надо столько молиться, быть таким духовным, нужно быть сумасшедшим, нужно, нельзя, ну, вот, не было денег, не было семьи, ничего нельзя, вот тогда Бог, как бы, вот тогда можно вот делать. И это получается. И для меня сегодня вызов оставаться в том же состоянии, таком, знаете, бодреньком. Сейчас, как я был тогда, когда я был готов, да, без проблем, Господь, конечно, что я теряю, я ничего не теряю, у меня ни репутация, ни денег, ни ресурса, ни знакомых, ни родителей. Кому какое дело, что мы в парке собираемся? Сегодня нам нужно, независимо от того, сколько вам лет, вам не нужно смотреть в себя и видеть только свою неопытность, свою незрелость, а нужно видеть то, что Господь уже делает в вашем сердце. И нужно начать действовать, друзья мои, нужно начать действовать, нужно действовать, нужно создавать сегодня классный контекст, нужно создавать сегодня общины, группы, церкви, где бы культурно люди чувствовали себя хорошо. И в этом контексте, чтобы был правильный контент, правильное послание, чтобы мы, знаете, не бегали только за декорациями, не бегали только за светом, о, какой классный здесь свет, я у себя в церкви это сделаю, но чтобы мы хотели во всем этом, в контексте, во всем этом, знаете, таком классном, на этой классной площадке несли чистое, неиспорченное Божье Слово, которое может реально спасти из послу нас. Я верю, что сегодня только такие молодежные служения, только такие церкви могут дойти до наших молодых ребят, до подростков, до нашего поколения. Одинаково культурно релевантны, одинаково культурно интересны, как и все остальное активность вокруг них. И глубоко посажены в Божье Слово, только так. Второй кризис, которым я хочу поделиться, который был в моем служении, в моей жизни, и опять же, было много чего. Я сейчас не говорю о том, что мы перепробовали масса моделей, мы арендовали ночные клубы, делали там вечеринки, платные для неверующих. Это вообще был прикол. То есть проповедовали им там. Они в шоке были. Мы пришли на вечеринку, тут чувак выходит, и друзья. То есть мы, ну, мы пробовали, знаете, естественно, как все пробовали универсию. Мы обманывали людей, точно так же, как и вы. Типа бесплатный английский, бесплатный английский, оп, раз, нет. А сейчас будет проповедь, да, как бы, или в конце, раздайте новые заветы. То есть как бы мы делали все это, да, мы как бы прошли, прошли весь путь, и много разных было, нет какой-то модели, которую я бы не попробовал, которая работала бы на Украине. И многое из этого тоже формировало нас, как менеджеров, как тех, кто направляет сейчас проекты. Но я хочу поделиться вторым таким свидетельством, которое было на пути. и начну с того, что начать, начать легче всего. Легче всего начать, знаете, о, а мы теперь там церковь, есть, класс, супер, все начали. Через 2-3 года оставаться точно таким же посвященным, это другое. И здесь, дорогие мои, если вы молодежные лидеры, я верю, что здесь есть такие в зале, вы все понимаете вопрос ресурса, вопрос денег. У нас ресурса не было. В моей семье вообще его не было. У нас потолок уже сыпался, мы с братом жили в одной комнате. То есть и у нас реально посыпался потолок. Просто я не знаю почему, может быть сэкономили когда-то, но он посыпался, и денег его починить не было. Просто была такая вот, эти деревяшки сбитые. Более того, мы живем в частном доме, у нас мыши бегали на чердаку, и иногда они проваливались с этого потолка. И мы, короче, такую пленку у нас так постелили, чтобы просто они, как бы если проваливались, то в пленку, о, просыпаешься, бегает мышь. Но для нас, знаете, мы уже были верующими людьми. Мы благодарили Бога, я себе ходил там в потертой кофте, пять лет себе нормально, и вся моя церковь молилась, Господи, пожалуйста, благослови нашего пастыря. Господи, пожалуйста, благослови нашего пастыря. И я тоже стоял на коленях, говорю, Господи, пожалуйста, благослови пастырь. И вы знаете, я очень четко, я очень четко помню такой период в моей жизни, когда я смотрел вокруг, а рядом город маленький, есть там мои друзья, молодежные лидеры других церквей, знакомые там. Я смотрю там, тому американцы подарили ноутбук, тем проспонсировали лагерь, тем купили это, тем здание построили. И я такой помню, злой был, говорю, Господь, да там просто отстой вообще, полнейший. Там такой отстой, там же вообще никому это не надо, там только одни верующие, а у нас не верующие. Почему у них есть, а у нас нет? Господи, Господи. И я помню, я там через долгий путь и слезы понял, что надо молиться конкретно. И я начал молиться, говорю, Господь, 200 долларов прошу. То есть реально прошу 200 долларов. Я тогда работал в Молодежь для Христа, так подрабатывал, где-то получал в среднем 100 долларов. И так в принципе понял, что мне хватит. И я такой говорил, Господь, 100 долларов я буду сам жить и 100 долларов нам хватит на служение. То есть я говорю, Господи, ну 200 долларов, ну пожалуйста, ну там проект, ну дай 200 долларов, ну пошли-ка. И реально ответа просто глухой ноль такой, знаете. То есть эти какие-то все фонды мимо нас пролетали. У нас вообще ни одного спонсора. И слава Богу, что за все годы ни одного и не было. Я сейчас объясню почему. И я просто внутри такой, ну как, ну это не честно. Я говорю, я читаю, но это не честно. Ты обещал, что мы делаем шаг, ты благословляешь. А ты не благословляешь. И я помню, такой был период. Мы молились, просили, я просил, и Господь, то есть я реально уже даже не то, что был злой на Бога, мне как-то было так хорошо с ним, но я просто смотрел все время на этих людей и думал, вообще, они все такие, о, нас так Бог благословил. Какой Бог? даже. А мой, да, и я такой, и вот в тот момент я понял второй урок, второй кризис, как его решить. Я прочитал место из Писания, которое до сих пор читаю, когда я только начинаю смотреть по сторонам. Вот известные слова, которыми заканчивает евангелист Иоанн свое послание. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал, Господи, кто предаст тебя? Его, увидев, Петр говорит Иисусу, Господи, а он что? Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною. И я, меня тогда просто вот так, я понял, что так. Тебе не должно тебя интересовать, тебе должно быть по боку, кто, что, у кого, кто даже куда духовно за Богом зашел. Иисус обращается к нам сегодня через Евангелие от Иоанна и говорит, послушай, ты иди за мной, все, это все, что тебе надо знать, это следующий шаг, вот, ты последователь, по следам, тебе надо знать следующий шаг, все. И я настолько как-то успокоился касательно этого и просто понял, то есть не было, знаете, там скрытого успокоения, я всем докажу, там, а спокойно просто принял то, что есть. Окей, мы, возможно, не будем самой большой или успешной, или там церковью, у нас до сих пор нет ни своего здания, ни своего там помещения, ничего, и мы счастливы от этого. И вы знаете, потом Господь начал показывать мне совершенно другую сторону, как с другой стороны он благодатил. Только я успокоился. То есть я сейчас больше всего благодарен Богу после вот этого, после церкви. Я благодарен Богу, что он тогда не дал мне 200 долларов. Это было, это сейчас, мне страшно представить, что если бы он мне это дал. Я вам объясню почему. Через некоторое время, где-то в течение года, полтора, я, тогда мы подключили интернет, я начал развиваться в одной сфере, это то, что сегодня является IT-индустрией, тогда это еще было так на уровне с этим всем. Я начал помогать работать с одной компанией, просто написал им о том, что я вижу, что у вас очень неграмотно написан сайт на английском языке, я могу для вас его сделать более грамотным, и более того, мне кажется, я смогу ваш бизнес умножить. Они говорят, давай попробуем. И я за два месяца сделал так, что у этой компании их сервисы, их продукт покупал в нескольких странах были представители, и мы резко начали неплохо зарабатывать. Когда мы разогнали их доход до определенной суммы, они не выплатили мне эту сумму и полностью за один день поменяли все пароли, базы данных, логины и все остальное. Я думаю, вот это да. Но тогда это тоже был самый прекрасный день в моей жизни, потому что я начал свой проект. Один, второй, третий, четвертый, пятый, и чтобы сократить это время, Господь за несколько лет сделал то, что я собрал обычных ребят, мы создали небольшое программное обеспечение, создали несколько сайтов, и сегодня это все закончилось тем, что кроме церкви Господь дал мне возможность сегодня быть управляющим и работать на одну большую швейцарскую компанию, которую я также владею, которая является поставщиком софта для Европы, для Америки, для Азии. И я сегодня, вспоминая свою молитву о 200 долларов, понимаю, что во-первых, мне бы этого не хватило, и ни мне, ни на проекты, во-вторых, это не надо было, потому что те возможности, которые открылись, тот бизнес, который Господь дал, то работа, которую Господь дал, она не просто, знаете, сливой благословила меня финансово, но она и благословила меня нужными контактами, нужными связями, и самое главное, дала мне контекст неверующего окружения, которое помогло мне впоследствии служить людям постарше, молодым людям постарше, молодым бизнесменам, я начал понимать, как они думают. Вы знаете, как только ты начинаешь сосредотачиваться на то, что имеет значение, о том, что Бог говорит тебе, смотрит на тебя и говорит, послушай, твое дело, это идти за мной, твое дело, это идти за мной, брать ответственность и идти за мной. Бог начинает открывать двери с другой стороны, Он никогда не закрывает одну дверь, не подготовив другую дверь в твоей жизни, и ты знаешь это, просто вопрос этой практики. Сегодня, глядя назад, знаете, на все эти сезоны жизни, я могу радоваться и говорить спокойно, но даже сейчас я прохожу определенные сезоны в своей жизни, в своем служении, которые для меня все так же непонятны, все так же натягивают меня как струну, я уже думаю, что я вот-вот порвусь, у меня все тоже, все еще больше вопросов к нему, все еще больше вопросов к самому себе, но я на основании всей своей истории, истории Бога в моей жизни, я просто могу сделать два простых вывода, которые всегда меня утешали, это во-первых, что Бог знает лучше, ему там сверху виднее, Бог знает лучше, Он видит начало и конец твоей жизни, и Он знает, каких людей ты встретишь через несколько лет, какие качества тебе нужны будут для этого, и второе, Он еще не закончил, Он еще не закончил, Он только начал трудиться в твоем сердце, Он только начал трудиться в твоем служении. Друзья, два простых кризиса, которые были в моей жизни, повлияли на меня, один был внутренний, когда я смотрел внутрь себя, второй был внешний, когда я смотрел вокруг, но сегодня я понимаю, что кризисов много, и я думаю, что вы не все даже кризисы и проблемы и вызовы обсудите на этих сессиях, которые будут здесь в лагере, но я хочу вот просто больше даже сосредоточиться на втором, на том, что Иисус нас призвал идти за Ним, и это самое главное наша мотивация. Пожалуйста, у нас сейчас большой вызов у всего нашего христианства, это жить мотивацией. Сегодня я про мотивацию слышу больше, чем про убеждение. Слова вдохновить, слова, знаете, там, ой, вы меня вдохновили, послушайте, вас не должно вдохновлять, знаете, какая-то картинка с текстом, вас не должна вдохновлять песня или музыка, вас должно вдохновлять внутреннее убеждение того, что Иисус страдал на кресте и умер за вас. Да и аминь, и все, в любом настроении, это самая главная ваша движущая сила. Все остальное, это дешевая поп-культура, мотивация. Оно неплохо, но оно не основа. Потому что сегодня очень много, и это причина, почему я, например, не люблю ездить на всякие конференции, потому что все они заточены под одну цель, вдохновить. Знаете, вдохновить для меня это угли, или так, может загореть, может они будут когда-либо гореть. Вы спасенные люди, вы знаете Иисуса Христа, вы знаете, что Он сделал много чего в вашей жизни. И да, сегодня не тот сезон жизни, когда действительно сотни людей приходят к Иисусу каждый день, не тот сезон жизни, не тот сезон истории в нашей стране. Но это не значит, что Бог изменился. Это значит, что нам сегодня нужно мудро задавать Богу вопросы. Господь, что мы должны делать в этой стране? И не должны смотреть по сторонам. Если вы сегодня приехали из маленькой церкви, маленького города, посмотрели на все это, сказали, вау, это все так круто, это все так здорово. Я думаю, Олег и его команда могут рассказать вам, какой болью, какими силами и какими кризисами это все далось. Но это не значит, что вам нужно это скопировать, и если этого нету, то у вас это не получится. Потому что Иисус сказал, тебе что до этого? Ты иди за мной. Ты иди по своему уникальному пути, который я проложил для тебя. Потому что я знаю лучше, я вижу больше, я вижу конец твоей жизни. И я не закончил с тобой. Я не закончил с тобой. Не живи мотивацией, не надо вдохновлять себя. Не надо ставить свое служение Богу в зависимости от своего состояния, от своего семейного статуса. Господи, пошли мне мужа в конце концов. А если не пошлет тебе мужа? Я сама его найду. Найди. Найди. Господи, дай мне там работу, дай мне бизнес. Господи, дай мне то, дай мне это. Зачем мы ставим служение и нашу любовь к Богу в зависимости от чего-то? Есть разные сезоны жизни. Но иногда, увы, многие люди уходят с молодежного служения, со служения подросткам, когда они вступают в семью, и это неплохая штука, это классная цель, это очень важно, это приоритет номер один после Бога. Но даже имея свободное время, они не возвращаются в подростковое служение. Многие связывают свое служение подросткам и молодым людям сегодня со своей работой. Ну, чувак, понимаешь, когда я был молодой, вот такой как ты, как мне говорили когда-то. Да, мы занимались подростковым служением. Сейчас я стал постарше. Ну, ты поймешь, ты поймешь, когда подрастешь. Я подрос, я еще ничего не понял. Я понял, что наоборот, у меня еще есть максимум 5-10 лет, максимум, чтобы быть релевантным и интересным для своего поколения. Потом я стану чуть-чуть более старше, и я больше сосредоточусь на лидерах, на тех, кто будет идти за мной, чтобы они уже работали со своим поколением. И время тикает, 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 тикает. Иисус точно так же говорит, хватит крутить головой, иди за мной. Хватит крутить. Моисей умер, все, умер, конец, все, следующий акт, следующая серия, все, начали, поехали. О, Господи, давайте еще раз перемотаем, живешь этими воспоминаниями. Кто-то из вас пережил какие-то личные падения. Я не знаю, вы были нечистыми в какой-то момент своей жизни, сделали пару глупостей, и Господи, Бог меня не простит. Бог тебя уже простил. Это не извиняет тебя повторять это делать. Но мы иногда начинаем зацикливаться, и я даже думаю, что некоторым даже выгодно, чтобы просто было такое в их жизни, и они теперь такие, ну вот, туда, 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 туда. Иисус хочет, чтобы мы смотрели на Него. Написано классные слова в евреях о том, что давайте взирать на начальника и совершителя нашей веры. Все. Не на картинку там, знаешь, повесил картинку. Вау, спасибо вам большое. Каждый раз, когда я смотрю на вашу картинку, я так вдохновляюсь. Такие, знаете, для меня вдохновение это вообще такая умирающая армия там, знаете, такая уже, уже они, ну давайте еще, и все, ну ладно, давайте еще один ивент, давайте еще один проект. Вы должны быть движимы изнутри. И не имеет значения, с какой вы динаминацией, любая динаминация скажет вам быть движимы изнутри. Кто-то делает большой акцент на Божьем слове, кто-то делает большой акцент на Духе Святом, на его каких-то дырах и проявлениях. Мне нравится акцент в Евангелии от Иоанна о том, что Дух Святой напомнит все то, чему я вас учил. То есть Дух Святой напоминает Божье слово. Вот вам, коннект, очень все просто. То есть, и вот это должно вас вдохновлять. И все эти кризисы, которые еще стоят нам всем пройти, они всегда будут упираться к этому вопросу. Я иду за ним или я иду за своим? Я иду за его или я иду за своим? Я иду по его следам или по следам, которые рядом шел, возможно, даже какой-то достаточно толковый служитель, но я хочу по его следам идти. Мне хочется, чтобы у меня была такая же ситуация и история. История нашей церкви очень уникальная. И я не думаю, что она повторится или сработает в любом другом городе. Это не модель для подражания. Что есть моделью для подражания всегда есть и была эта вера других людей. Помните, когда тоже в евреях написано о том, что вспоминайте, да, вспоминайте наставников. И помните о том, что взирая на кончину их жизни, подражайте чему? Веря их. Не подражайте им, их стилю. Подражайте их вере. И мы сегодня, изучая историю, изучая писание, изучая историю пробуждения и движения, мы должны подражать вере, а не стилю. Не нужно ударяться в эти все вещи. Я все еще остаюсь современным молодым человеком, который разбирается в трендах, в культурных трендах. Мы делаем лагеря для неверующих людей, где все ребята неверующие, где мы поем нехристианские песни, где вообще все выглядит так, что вы даже не будете знать, что там христиане. И мы не проповедуем в конце. При этом во всем этом мы несем ясную, четкую доктрину и учим их Божьему Слову. Уже потом, когда они приходят и говорят, окей, чуваки, что-то за этим есть, что это? Я говорю, давай поговорим. Ты сам спросил, выслушивая ответ. И все это, опять же, глядя назад, если бы мы могли бы перенестись вперед и посмотреть на свой путь назад, мы бы сказали себе, вот это надо было делать, вот это надо было не делать. И я хочу сказать хотя бы две вещи, которые вам точно сегодня надо делать. Это перестать смотреть только на себя и перестать крутить головой и сравнивать свое служение с другими служениями. Смотрите на Духа Святого внутри вас, на то, что Господь уже сделал внутри вас. И смотрите на Иисуса, который ведет вас. Он уже благословил вас, вы уже здесь, у вас уже есть желание, вы уже заплатили деньги, приехали сюда для того, чтобы сказать, вы Господь. И друзья, пожалуйста, не приезжайте сюда просто с кем-то замутить здесь. Не приезжайте сюда с кем-то познакомиться. Знаете, я приехал сюда, чтобы встретить какую-то подругу или кого-то друга. Если вы приехали сюда учиться молодежному служению и заниматься своим характером, занимайтесь своим характером. Но не надо ехать на конференции с целью устроить свою личную жизнь. Даже если твоя сестра так устроила свою личную жизнь. То есть вот эти все, знаете, соревнования, хоров, движения, то есть все как бы. Мы все прекрасно знаем, что это такое. Поэтому просто, и это неплохо, просто надо называть все своими именами. Например, есть конференция, посвященная одиноким людям, которые ищут мужа в Господе. Пожалуйста, все, миллион десестер приехало. Супер! Это неплохо, не надо смеяться, это неплохо. Но если вы приехали сюда, вы приехали на лидерский лагерь, вера, характер, характерспособности. Поэтому вера, характерспособности. Потом поговорите, потом обсудите, какой у вас был, потом расскажете свои свидетельства, потом на лавочке потусуетесь. Сидите здесь, слушайте внимательно, что Бог будет говорить через прославление, через драму, через спикеров, через людей, которые услужат вам. Слушайте внимательно. Не надо вот это, Господь нас побудил поговорить. Это не Господь, это я тебе потом скажу в личной беседе, что тебя побуждает. Поэтому, друзья, давайте будем реально честными взрослыми людьми. Вы сюда приехали, получать, получайте. Уроки берут, уроки не дают, поэтому вперед. Потому что, опять же, не надо превращать классный проект, вы его делаете, кстати, то, что команда организовала, это хорошо, но вы его наполняете, превращать в очередную тусовку, которая нас вдохновляет. И в конце Олег попросит или команда попросит, дайте отзыв, спасибо, вы меня так вдохновили, вы меня так. Лучшее, лучшее вдохновение, лучший отзыв, это будет, вы молча уедете, через год приедете сюда со своими неверующими, покаявшимися подростками. Все, аминь. Вы приехали и сказали, вот, спасибо, я все-таки переборол себя, начал служить в своем районе, я все-таки переборол свою гордость, попросил прощения у пастора, наладил отношения и начал служить. Я все-таки разобрался с тем, что я перестал сравнивать себя с остальными, начал делать свою часть и Бог благословил. И вот плод этого послушания, все, все остальное никому не надо, сгорит написано, просто так, будет огонь, он все пройдет, сгорит. Принес Богу сено, Господи, вот ты сину тоби. Бог говорит, какое сено, чувак, какое сено. Золото, помните? Вы читаете, да, Каринты? Драгоценные камни, все эти вещи, которые не сгорят. И это души этих ребят, которых мы ведем за собой, которых Бог нам доверил. Поэтому я хочу вместе с вами сейчас помолиться и опять же, честно, если бы вы ожидали спикера, который сейчас три аккорда возьмет и будет 150 часов стоять ждет, пока вы поплачете, это не я. То есть как бы, ну, можно такое сделать, кто хочет, останьтесь там, включим, погасим свет, возьмемся за руки, катарсис там, все остальное. Но я больше обращаюсь где-то к голове, к сердцу, вот, эмоций у нас, слава Богу, хватает, и мы будем сегодня еще поклоняться Богу. Но давайте сейчас решительно помолимся волевой молитвой и посвятим себя Господу. И скажем, Господь, все, умерло это все, я готов стать, Господь, все, я не кручу головой, я не смотрю, ой, какой я, какой я. Я смотрю, какой ты Бог. Я смотрю, какой ты. И мне этой мотивации достаточно. Мне писания достаточно. Классные книги, классные конференции, классные, но мне этого достаточно. Давайте встанем для молитвы, будьте здоровы. Отец Небесный, доверяем тебе. Сто процентов доверяем нашу жизнь, Господь, без конца. Господи, я благодарю тебя за ребят, которые отозвались и приехали для того, чтобы отточить свой характер, свое сердце и свои способности, чтобы больше, эффективнее служить ребятам. Господь, я молю тебя о тех кризисах, которые они проходят в жизни. Ты, Дух Святой, сейчас пошли им, во-первых, утешение и успокоение в том, что ты с ними, ты знаешь больше, ты знаешь лучше, ты еще не закончил, Господь. И все, что надо, это просто делать их часть, продолжать делать их часть, делать их часть. Господь, ты сейчас Духом Святым изнутри дай им силы это понять. Я молю тебя за тех, кто сегодня сравнивает и ищет ресурс вокруг и понимает, как так, почему, почему этого нет, почему этого нет. Господи, успокой их и дай им понять, что ты обогатишь их своей благодатью и они будут богаты на всякое доброе дело, как ты обещал. Господи, мы благодарим тебя за твое слово, которое является авторитетом для нас. И Дух Святой, прошу тебя изнутри напоминай нам твое слово, Господь. Дай нам питаться живым хлебом тобой. Дай взирать на тебя, Господь. Дай идти за тобой, идти за тобой, даже когда вокруг люди идут по-другому, но нам идти за тобой, потому что ты сказал нам, чтобы мы следовали за тобой. Господь, благослови этих ребят. И я хочу, чтобы здесь мы вместе свидетельствовали через несколько лет большой плод для тебя и для твоего царства. Господи, мы посвящаем свои жизни тебе. Мы отдаем свои руки тебе. Господь, эти руки, они твои. Эти головы, они твои, Господь. Эти глаза, они твои. Наши уста, они твои. Используй их для поколения. Господи, наше сердце, оно твое. Возьми его и люби через него многих людей. Господи, наши ноги, все то, кем мы являемся, оно твое. Возьми и употреби это, потому что только в твоих руках это имеет смысл и это имеет вечную славу, Господь. Мы благодарим тебя, Иисус, за то, что ты сделал это возможным на кресте и воскресном из мертвых. Спасибо, Господь. Благослови дальнейшие часы и дни, работай с сердцами здесь и яви свою великую славу и великую силу. Мы будем прославлять тебя, потому что ты прекрасен, ты будь возвеличен, Господь. Ты есть все во всем. Пусть твое имя прославится в нашей жизни, а не наше имя, наше служение. Пусть не наши хэштеги, Господь, но ты, твоя слава, будет на первом месте. Во имя Твое просим, Господь. Аминь. Аминь. Пусть Господь благословит вас. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ